Хейтеры, как говорят. Люблю вас, да? Животное сломало мне нос вот таким вот ударом. Главный вопрос, будет ли Александр Шлеменко писать протест в организацию Шлеменко Fighting Champions? Нет, не будет. Короче, участковый пришел ко мне. Мы обязаны вызвать. Сейчас за нос, наверное, тоже вызовут участкового, потом будет меня искать. Кто тебе нос сломал? Короче, бразильцу надо быстрее уезжать, а то его сейчас привлекут. Мне нужно драться часто. Если я буду драться нечасто, надо завязывать карьеру. Клебера Соуза! Давай! Все приятно, меня зовут Александр Лютиков. Это история о том, как Александр Шлеменко решил подраться через месяц после того, как проиграл нокаутом. Получился веселый, кровавый и ничейный бой в Омске против чемпиона бразильской лиги SFT Combat Клебера Соузы. Каким был 78-й профессиональный бой Шлеменко, сейчас покажу. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Знаешь, удовлетворение есть Что я не сдох Как бы я темп навязал Потом у меня такие мысли, я сел, мне надо темп снижать Да нахер его снижать Пойду дальше, пусть что будет Чуть-чуть, конечно, нужно было по сдержанию Знаешь, что если я за него налетал Сильно, он нагибался Хватал меня и все А сейчас я на себя злой, что я еще больше Не на этого, не добавлял То есть у меня были силы добавить Но я что-то так чувствую, корень же говорит Ты выиграл первый, ты выиграл второй Я чувствую, ну в третьем по душу не получится Ладно, доработаю, так я его и выиграл Но я мог, мог добавить Но нет такого сожаления, что Подрался 15 минут Ну по сути, как я понимаю, бесплатно На своем турнире, то есть если кто-то тебе заплатит То только ты сам Получил, возможно, перелом носа И все это было ради ничьей Конечно, обидно Я про это и говорю, Сань, ну я душил Сколько там, ну около минуты я его душил Ну 30 секунд точно Как бы где оценка? Попытки удушающего Может они просто не знают, что так можно задушить Но посмотрели бы его с Василевским И не только с ним, с Бельштайном С этим Здесь бранч, вот бранч Короче, я готов Я еду дальше готовиться И у меня еще Запланирован еще один бой Приоткрыл поработку на занавицу тайны Пока не буду говорить, нет Смотрите, до боя с Магой Мне стало хуже Ну это бой по Мамая где-то в октябре Ну вроде да Не, не в ноябре, а в октябре Прошлый соперник Александр Шлеменко запросил за реванш сумму в три или в четыре раза больше, чем он брал за первый бой Клебер, за какие деньги готов выйти на реванш? За большие или за те же, которые сегодня дрался? Ну, не знаю, как это будет Да, реванш будет между нами Это будут большие деньги Я буду просить очень много Мой менеджер в регистрии будет договориться с организацией Они будут договориться между ними О чем они будут договориться И то будет В декабре я буду ждать реванш с ними Будут деньги очень много просить А это сколько вот очень много? Сколько есть? Много, много 50-60 тысяч долларов Мы обязательно встретимся Снова будем драться Это будет просто кровавый бой А какой раунд ему отдали тогда? Я понятен могу Какой? Мы узнаем это Мне просто интересно Какой раунд ему отдали? А какой у нас ничего Получается один мне, один ему Один ничего Ну, хотят что-то вправить Чуть-чуть, может быть, тут есть чуть-чуть Много у вас был переломов? Ни разу На улице один раз Одна собака сломала Еще раз это... Давно? Давно С футбола шел Мрася Животное сломала Миновский Вот таким вот ударом Мы шли с матча футбольного Девятый класс Сколько мне там лет-то, я не знаю Мало Знаешь, выходит Представь, я сейчас здоровый мужик Сейчас девятикласснику заряжу Со всей дури по носяру На хрена так делать? Раз прикол, вы знаете, какой Я на тренировке в сетку вырезался Сечку получил Короче, в больнице Приехал зашивать Нормально приехал зашивать Спрашиваю, где получили тебе грамму Говорю, да что, ну там Все нормально, говорю Ничего так, никому претензий не имею Сам в сетку врезался Короче, участковый пришел ко мне Мы обязаны вызвать Сейчас за нос, наверное, тоже вызовут участкового Потом будет меня искать Кто тебе нос сломал? Короче, бразильцу надо быстрее уезжать А то его сейчас привлекут Еще прикол будет, да? Крепкий духом парень Ну да, и башкой крепкий Ты уже никто не вырубал Вот я хотел, но тоже не получилось Ну, по печени пить, сам Да я пытался, он нагибался Да я не спорю, знаешь Руками не бил по печени вообще Да левше тяжело бить по печени руками Хирургия Приемное отделение где? Вот приемное отделение по панцишу Вот здесь, да? Да, здесь Спасибо У нас рассказывали самые страшные помощи Рандом, когда он еще был жив Когда ему руку сломали И он попал в Хабаровскую больницу Это для него было вообще просто жесть Это еще лет 10 назад было Да, сейчас-то получше стала ситуация А тогда это было вообще беспредел Причем его принимал гухой врач Который его без анестезии Хотел руку вправить И он чуть его не убил там А вы знаете кто это? Конечно знаю Да, откуда Сегодня открытая арена уже была, да? Оттуда? Открытая арена была Нет, вы думаете ему там нос сломали, да? Нет, нет, нет Что это? Ну дайте мне паспорт А что, Саня, ты говоришь У тебя ощущение, как будто не дрался Да я ощущение Да, я просто подозрелся Здравствуйте Если не нос, то вообще Нет, на самом деле, знаешь Я себя чувствую хорошо Хейтеры, как говорят Люблю вас, да? Я себя чувствую отлично Знаешь, подрался, зарубился Бездувно Без тактики Просто рубанулся и все четко вообще Не рубанул только Единственный минус А так Все, знаешь, четко Руки не сломал Хотя, был вариант, да, рука уже Ну, блин, с коленом вот этот Нос пропустил, зажалка Соревновательный спарринг, короче Да, такой соревновательный спарринг Так, привет Давай Что Камил сказал? Что, дай бог, каждому турниру такой бой Ты в клетке сразу после боя сказал, что не видишь смысла в реванше Ну, незачем Будет реванш А зачем? А я зачем-то спросил у Клебера За какие деньги он готов выйти против тебя Он сказал, за 50, за 60 тысяч долларов дам реванш Нафига То есть, твой ответ в клетке правильный был, короче Да Ну, подожди, ну дай мне разогнаться Не горюйте разогнаться Как бы, и вот правильно Я сказал, 20-й год был тяжелый Сейчас я начинаю набирать мага на горизонте следующий Дайте мне к нему подготовиться и подраться Это этап подготовки Вот эти два боя, это этап подготовки Один спарринг не получился Второй спарринг получился, но не так, как хотел Но в целом, ну что, ну ничего, поставили, поставили Ладно, главное, что не поражение и все Это, вот и все Как бы, знаешь, каких-то целей у меня Прямо вот любую цену его финишировать Честно скажу, не было Хотелось, не спорю, хотелось Слишком хотелось, наверное, поэтому не финишировалось Просто смотри Я считаю, все-таки, опять же, не в обиду маги сказано Но если маги навязать хороший темп, он его не выдержит Все Это, в этом и есть весь прикол Надо просто навязывать темп Темп, тем более 5 раундов Слушай, а не считаешь, что это наоборот для промоушена Ну хорошо, что на турнире Шлеменко файтинг чемпионшип Шлеменко не натянули победу в спорном бою Хорошо, так я ничего, я же никого не обвиняю Пойми, я вот считаю, как Я всегда относился так Если ты не финишировал Ну знаешь, отдать могут любому победу, честно И сильно к этому придираться я бы тоже не стал Ну ты же не финишировал То есть, драться тогда до последнего 30 минут, как раньше было За 30 минут мы бы все равно решили, кто кого финиширует И посмотрели бы, кто на ногах стоит плохо Вот и все, тут, ну подрались мы с ним Поговорю, 15 минут Отдали бы ему, я бы расстроился Мне бы, он бы расстроился Наверное Может быть, в принципе, политически Может быть, оно политическое решение, так сказать Знаешь, никого обидеть они хотели Показаться объективными Ну, давай честно Как бы ему победу они тоже не могли отдать Ну и давай честно Ты на суде никак не можешь влиять Это просто А как я бы не повлиять, себя на них мог влиять Я бы выиграл сейчас Правильно? Я вообще боюсь судить, знаешь Как бы у меня был конфликт С главой Союза ММА Федором Владимировичем Короче, для людей, которые думают, что было домашнее судейство Это... Какого у нас не одного своего судей не было? Чего вы начинаете? У нас нет до сих пор не одного своего судей Все судьи привозные Ну, как бы, ну, это нормальная практика Привозишь судей, они работают Вообще, знаешь, у меня с рукопашным бой тянется А если я не выигрываю досрочно, значит, проигрываю Зато, мне кажется, бой интересный получился Ну, как бы, люди, наверное, нравятся Вот вы перед турниром Перед этим боем взяли Я бы так это назвал Обет молчания То есть вы не давали интервью Да нет, ничего Вас было мало снизу Ну, вы Вы дали буквально интервью Вы только на неделе боя Ну, и то не искали, что это прям очень много Вы знаете, мне надоело Разговаривать за других людей Тем более за неблагодашных людей То есть мне звонят люди И спрашивают Там прокомментируют Я просто по-человечески понимаю, что вам нужно сделать материал А некоторые журналисты тут пользуются и делают неправильно И тебе подставляют, там, пишут, что Я отреагировал Да где я отреагировал? Мне вообще плевать, что произошло Я бы даже не знал про эту ситуацию, если мне не позвонили Отреагировал И большинство, мне просто это надоело Что я постоянно что-то реагирую Мне вообще это надо, что ли? Реакция вот эта Конечно, мне это просто надоело И все И, короче, я просто решил Это не то, что я там обед, молчание взял или еще что-то Да нафига мне это надо? Просто решил не реагировать, короче? Да, просто я теперь больше не буду реагировать на это Вот реально Сижу дома, только реагирую на что-то Вот там этот сказал О, я уже... Пожалуйста, что тебе написали? Ну, мы не будем палить тайну врачебную, наверное Закрыли перелом костей нос со смещением отломков Со смещением? Меня зовут Александр Лютиков Подписывайтесь на мой канал и на Ютубе, и в Телеграме Чтобы ничего не пропустить В Телеграме сегодня я публикую фото необычного автомобиля Который Александр Шлеменко за три дня до боя купил на Авито А вы подскажите, как у него состояние? Он доедет от вас до Омска? А подскажите еще, а с документами же тоже никаких проблем? Нету ограничений там на постановку на учет? Все понял И цена у него миллион сто, правильно? Все понял Ну ладно, хорошо Я ему сейчас перезвоню Миллион сто в Липецкой области Ты просто смотришь по объявлениям, да? А где еще смотреть? Официального дилера Смотрю вот по объявлениям на Авито Без рекламы, да, не хотелось Ищу машину Ну, как правило, цена вырастает Это так, начальная цена у них в объявлении Ну, я уже просто звонил много раз Короче, считай, вот по Уралу по одному звонил Указана цена миллион двести Дозвонился, мне два сто Все нашли, Урал Недалеко, 500 километров отсюда Документы есть, все легально Не я же за ней поеду Мне же драться Тридцатого числа Так бы я, конечно, мог съездить Без проблем Я и так начал разговаривать День назад он мне говорит Когда ты готов за ней выехать? Я говорю, я не готов выехать Я готов только ее платить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!